Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными художниками, знаменитостями, с их картинами. Сегодня я хотел бы познакомить вас с Жанном Фредериком Базиль, более известным как Фредерик Базиль. Это французский живописец, один из основателей импрессионерма. Данное бюро из Википедии. Он набрал картин, которые были в интернете доступны. И вот хочу вам показать его картины, его работы. Родился он в 1841 году в французском городе Монпелье в протестантской семье. Был сыном самостоятельного винодела. Получил хорошее образование. Когда был студентом лицея, посещал музей Фабро. Музей Фабро это художественный музей Монпелье, один из важнейших региональных музея Франции. Основан в 1828 году художником Франсуа Ксавье Фабром. Ну так, для справки. Увлекся с живописью, под воздействием картин Ижена Делакруа и Гюстова Курбе. Я о них рассказывал как-то в одном из своих сюжетов. Начал изучать медицину. Через некоторое время переехал в Париж, чтобы продолжить обучение. Учился в мастерской Шарла Глеера. Марк Габриэль Шарль Глеер, швейцарский художник и педагог, представитель академизма. В этой мастерской он познакомился с Клодом Моне. Встретил Агюста Левнуара и всерьез начал заниматься изобразительным искусством. Помимо Клода Моне и Шарля Глеера, он был знаком с Полем Сезанном, Арманом Геомейном, Альфредом Сеслеем. Все известные художники. Надо сказать, что в своих работах он использует приемы Делакруа, Моне и Карро. Базель пишет картины для салона и для фамильного поместья в окрестностях Монпеллея. Его мастерская становится центром притяжения для многих единомышленников, живописцев, поэтов, журналистов. Время было такое. Хоть по поводу картины «Вид на дерево», которая была выставлена в салоне Берта Моризо. Это Берта Моризо, французская художница, входившая в круг художников в Париже, ставших известными как импрессионисты, написала «Базиль создал нечто, что я нахожу превосходным. Он стремится к тому, к чему так часто стремились и мы, поместить фигуру пленэр». Во время французско-прусской войны Базиль ушел добровольцем на фронт и вскоре был убит 28 ноября 1870 года в бою под Бон-Ла-Роланд. Творческое наследие художника, не дожившего до 30 лет, составляет около 50 живописных полотен. Пять из них хранятся в Парижском музее РС и девять музеев Фабро, он Пелье. Теперь немножко каких-то интересных фактов и известная история о том, что он приобрел у Мане картины за 2500 франков. Это огромные деньги по тем временам. Он хотел поддержать друга. Сумму он разбил на составляющие и выплачивал ежемесячно по 50 франков Мане, которые здорово помогли тому удержаться на плаву в тяжелое время. Золя писал так, действительно очень красивый юноша. Аристократичный, надменный, ужасный в гневе, обычно очень добрый, милый. Говорят, что сначала Базиль ужасно не понравился Ренуару. Аристократизм Фредерико Парстолюнину Ренуару был противен, и он счел Базилию выскочкой, которому, небось, кавычка и лаки туфли разнашивает. Но через некоторое время они присмотрелись друг к другу и впоследствии стали друзьями. Мане, Ренуар, Сеслей, пользовались гостеприимством Базиля, жили у него в мастерской и принимали прочие дары от его щедрот. Он любил работать на пленэре, изображение человека на фоне природы, это был его конек. Конечно, он не был импрессионистом, никто тогда не был импрессионистом, но интерес к цвету, цвету, умелая работа с палитрой, яркие, насыщенные солнцем краски, это все присутствовало в его работах. Он говорил, что хочет вернуть каждые вещи, ее вес и объем, а не только изобразить видимость вещей. Безмерно радовался тому, что равнодушной его работы никто не оставляет с этого момента. Что бы я ни представил, я не останусь без внимания. Так он думал, когда отправлял свои работы на салон. Ну вот, наверное, собственно говоря, и все, что можно рассказать. Небольшая автобиография, помещенная в Википедии, о Фредерике Базиль, французский художник, один из основателей импрессионизма. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok